Сегодня разыгрывались первые медали. В борьбу за титул чемпиона вступили как мужчины, так и женщины. Здесь представлено 50 регионов России в целом, 143 спортсмена, среди них сильнейшие чемпионы Паралимпийских игр, рекордсмены России. Я считаю, что я очень хорошо выступила, потому что установила рекорд России. Мне дались лишние два рекорда, это 85 и 87,5 килограмм. Я считаю, что успешно. Конечно, хотелось бы еще больше, но для этого будем работать. Мужчины, конечно, в отличие от женщин, работают с большим весом. При своем весе в 49 килограммов Владимиру Балансу поддалась штанга в 175,5 килограммов. Выступил отлично, поставил свой же рекорд, увеличил на 500 грамм, в отличной форме, в хорошем состоянии, готовимся к международному турниру, где также будем ставить дальнейшие рекорды. Есть и совсем начинающие. Ольга Петрушина пока присматривается. Занялась этим видом спорта всего два месяца назад. Для меня это прохождение классификации прошло и посмотреть, что собой представляют эти соревнования, насколько это интересно, ощутить атмосферу, ну и понять, что меня ждет в будущем. На пять дней один из залов федерального центра единоборств «Люкспорт» превратился в площадку сразу для двух видов спорта – пауэрлифтинг и жим лежа. Эти два вида спорта, они очень схожи, у них одинаковое техническое оснащение, и поэтому мы в проекте «Сочи» все время проводим эти соревнования вместе. Вообще в Сочи приехал звездный состав тяжелоатлетов. Сегодня они борются не только за медали чемпионата, но и за путевку в сборную страны. Соревнования в Сочи завершают сезон тяжелоатлетов-паралимпийцев. Далее – подготовка к чемпионату России 2018 года, который пройдет в Суздале. Ну и, конечно, каждый из них мечтает поехать в 2020 году на летнюю паралимпиаду в Токио. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.